Компания 20-й век Fox выпускает антологию на рынок по рекомендуемой цене в 2000 рублей, что для среднего российского зрителя равно примерно 10 походам в кино. Чтобы не выбрасывать такие деньги на ветер, стоит воспользоваться фирменной проверкой подлинности, отправив указанный на коробке код производителю, и помнить, что пираты под видом и по цене Blu-ray выпускают обычные DVD. Настоящий Blu-ray диск не проигрывается DVD-плеером и вмещает в себя до 50 гигабайт данных. На дисках антологии, кроме версии самих фильмов, уместилось 60 часов ранее не издававшегося контента. Видео со съемок, удаленные сцены, актерские пробы и 12 тысяч фотографий. Почти двукратный мировой рост продаж Blu-ray за последний год знаменует новый тренд на рынке домашнего видео. Потребитель тяготеет к более качественному просмотру по премиальной цене. За 30 с лишним лет «Чужие» только в кино принесли создателям и прокатчикам свыше полумиллиарда долларов. Подобные хиты как раз и становятся основным активом крупных студий. И стандарт Blu-ray, безусловно, ликвидность этих активов повышает. Если мы купим эту коллекцию, хотя вам-то, я уверен, Фокс вручит ее в качестве подарка. Я надеюсь. Какие моменты нам посоветуете и какие сами собираетесь пересмотреть? Ну, в первую очередь, меня радует, что в коллекции по две версии каждого фильма. Варианты, которые мы все видели в кино, и режиссерские версии. И вот их-то я как раз и собираюсь посмотреть в первую очередь. Мы снимали эти фильмы с четырьмя блестящими, очень талантливыми режиссерами. И каждый наполнил свое видение этой вселенной таким количеством всяких деталей, что иначе, как сундуком с сокровищами, эту коробку не назовешь. Я не знаю, с чего начну, когда распакую коллекцию. Наверное, с «Чужого 3», потому что к выходу в прокат студия подвергла его самым большим переделкам. Афинчер – великий режиссер. Они все четверо великие, но это была очень содержательная, сложная и сильная картина. Я знаю, что затевают приквел «Чужого». Вы в игре? За приквел «Чужого» берется Ридли Скотта. Это уже много значит. Я думаю, это отличная идея. Снова вернуться в мир, где обитают «Чужие» и, возможно, отправиться на ту самую планету, откуда они пришли. Я очень хочу посмотреть, что получится у Ридли. И желаю ему удачи. Какие моменты съемок «Чужих» вам запомнились больше всего? Я думаю, что, пожалуй, тот момент, когда грудолом вырывается из Джона Хёрта, такого блестящего актера. Мы знали, что под столом сидят ребята со всякими трубочками, шлангами. Но они это сделали так, по-настоящему. Когда вы смотрите на лица актеров, глядящих на эту тварь, подирающую со стола, вы должны понимать, мы в этот момент действительно в шоке, потому что такого, я вам серьезно говорю, никто не ожидал. И это было снято разом, без единой склейки, без спецэффектов. Продолжение следует...